В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Новогодние праздники муниципалитет пережил без крупных происшествий. В службу 112 поступило и обработано 8473 звонка. В Ленинском городском округе отметили Рождество Христово. Счастья, здоровья и мира. В Видном прошло шоу с участием звездных фигуристов Ледникова период. Традиционное оперативное совещание провел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В ходе него заместители главы администрации, руководители муниципальных управлений и представители управляющих компаний доложили об итогах работы в праздничные дни и поделились планами на январь. Цель оперативного совещания с главой Ленинского округа – составление объективной картины того, что происходит на территории муниципалитета. В дни, когда рядовые граждане отправились на новогодние каникулы, дежурным службам было не до отдыха. В службу 112 поступило и обработано 8473 звонка. Из них 2729 приходится на вызовы скорой медицинской помощи. 825 – это вызовы полиции. 56 – противопожарная служба и 11 – газовая служба. Представитель Видновской районной клинической больницы Елена Зинатурина озвучила ситуацию с коронавирусной инфекцией. В целом, в дни новогодних праздников все службы функционировали в штатном режиме. Возникающие проблемы решались в рабочем порядке. О проделанном в праздничные дни отчитался начальник отдела по работе с молодежью, культуре и спорту администрации округа Моисей Шимаилов. Проведено учреждение культуры спорта и молодежи всего 340 мероприятий от маленьких до крупных. Самое значимое – 27 новогодних представлений, включая три елки главы во дворце спорта. В новогоднюю мяч 12 площадок отработаны. Начальник отдела образования администрации округа Наталья Киселева озвучила планы учебных заведений, которые начали работу после новогодних каникул. С 11 января у нас стартует региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. 15 января на базе Видновской школы номер 2 подведем итоги муниципального конкурса «Рождество Христово». Также на текущей неделе запланирован ежедневный мониторинг организации питания и проверка частных охранных организаций по исполнению условий контракта на оказание охранных услуг. Подводя итоги оперативного совещания, глава округа Алексей Спаский обозначил ключевые проблемы, над которыми необходимо постоянно работать. Надо чутко понимать, что снег и мусор – это наша самая общая беда, общая проблема. И не надо делить там перевозчик или еще кто-то. Надо помогать, так как договаривается Дорсегра с управляющими компанией. Проблема, повторюсь, общая. Второй момент – это то, чем мы с вами занимались все праздники. Сегодня с утра – это перевозчик, это дом Трансавта, который с Ран-Трансом – это одно и то же. Поэтому их разделять никуда и не надо. Контролируем каждый день. Ситуация у нас не самая печальная, но все равно плохая. Также Алексей Спаский обратил внимание руководителей ответственных служб на ситуацию с большегрузным транспортом, припаркованным во дворах и на обочинах дорог, что создает проблему для рядовых автолюбителей и движения общественного транспорта. В администрации Ленинского городского округа состоялось торжественное вручение многодетной семье денежного сертификата на приобретение жилья. Его супругам передал глава муниципалитета Алексей Спаский. Подробности в репортаже Юлия Погасьян. В 2020 году у военнослужащих Алексея и Ирины Трушкиных случилось радостное событие. Родились близнецы Костя и Алиса. В семье к тому времени уже подрастали двое ребят, поэтому главным вопросом стал квартирный. Собруги обратились в администрацию Ленинского округа, где им помогли войти в сразу несколько государственных социальных программ. Процесс оказался непростым и отнял немало сил и времени, но оно того стоило. Теперь в их руках сертификат на 2 миллиона 800 тысяч рублей, который они планируют потратить на покупку жилья. Будем приобретать жилье, как я уже говорил ранее, в Ленинском городском округе. Здесь нам очень нравится комфортно жить и, соответственно, будем планировать квартиру просто площадью побольше. Сейчас семья Трушкиных живет в Петровском и новую квартиру планируют приобрести именно в Ленинском округе. Эти деньги станут отличным подспорьем для первоначального взноса за ипотеку, которую банк им уже одобрил. На завершение процесса покупки жилья у пары есть полгода. Эмоции перехлёстывают, что сложно выразиться. Очень положительные эмоции, очень рады. Это так трепетно, что, честно, я просто в данный момент не могу подобрать слов. Хорошо, что супруг у меня более собранный. В целом, да, мы очень счастливы. С этим радостным событием супругов Трушкиных поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, который помимо денежного сертификата вручил семье в подарок телевизор. Эта программа работает не первый год. Это ежегодно у нас получается одна, две, три семьи, которые получают подобные сертификаты. Здесь важно отметить, что сегодня у нас Трушкина, Ирина, Алексей сознательно входят в эту программу, понимая, сколько они будут платить за это новое жильё. Это можно только приветствовать, потому что, повторюсь, это такой осознанный, сознательный шаг со стороны взрослых уже людей. Сертификат даёт семье возможность приобрести жильё как в новостройке, так и во вторичном жилом фонде. Причём неважно, будет это квартира или индивидуальное строение. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. 7 января Русская Православная Церковь отметила Рождество Христова. Во всех храмах округа прошли традиционные ночные божественные литургии. Наша съёмочная группа побывала в Александро-Невском храме. 40 дней строгого поста. Так верующие готовятся к Рождеству, одному из главных праздников христианства. И 6 января на ночную божественную литургию в Александро-Невском храме собралось немало людей. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему Вышней. Праздничные богослужения состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Однако прихожане внимательно отнеслись к соблюдению санитарных норм. Пропустить ночную службу они не могли, ведь встретить самый светлый праздник в храме уже традиция. Богомладенец к нам пришёл, и в общем это для нас надежда того, что всё будет хорошо, что мы все можем спастись в этот день и дальше, что всё не напрасно. Надежда. Всегда приходите в церковь в этот день? Да, для чего мы здесь? Для того, чтобы соединиться с Христом, стать его частью, его клеточкой, его органом, частичкой и жить дальше. Рождественский сочельник – ночь, когда на небе появилась звезда, которая ознаменовала рождение Спасителя, Сына Божьего Иисуса Христа. Это событие стало поворотным в христианской религии и положило отчёт новому времяисчислению. И может поэтому Рождество для многих верующих – возможность очистить души и начать жить по-новому. Мира, добра, любви, спокойствия, благополучия. Счастья, здоровья и мира – самое главное. А сразу после Рождества Христова у православных начались святки, или, как ещё говорят, святое время. Особый период до 18 января, посвящённый радости рождения Христа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Во время новогодних каникул для юных жителей муниципалитета прошло много интересных мероприятий. Во Дворце культуры города Видное состоялся детский интерактивный спектакль «Волшебный сундучок Деда Мороза». В постановке приняли участие актёры Театра ТВИД. Где, как ни в театре, происходит главная магия. Особенно верят в чудеса дети. Именно для них актёры Театра ТВИД подготовили спектакль «Волшебный сундучок Деда Мороза». Перед началом представления в фойе Дворца культуры юных гостей встречали сказочные персонажи. Участники праздничного мероприятия с удовольствием отгадывали загадки, пили песни, танцевали и водили хороводы. Погрузились в сказочную атмосферу и родители малышей. Да это просто великолепно. Детям очень нравится водить хороводы. Здесь очень забавно. Программа замечательная. Это очень интересно и опознавательно. Для деток им нравятся и интерактивы замечательные, и на сцене, когда детки радуются. Они реагируют на каждую реплику. Это слышно. Актрисы Театра ТВИД Ксения Жукова и Анна Стёпочкина в спектакле играют сестёр-ведьмочек, дочек самой главной колдуньи сказки. Мы у Снегурочки забираем там сундучок. И потом Леший начинает спасать Ивана. Иван потом со Снегурочкой они зовут Деда Мороза. И потом Дед Мороз посох приведи в ведьму, и мы с мамой приходим. Ксения Жукова рассказывает, что это яркая театральная постановка, где зрители активно участвуют в сюжете. Наш спектакль интересен тем, что в нём очень много интерактива. То есть именно работа с залом, со зрителем. Детки не сидят, как на некоторых спектаклях, просто там 40 минут молча. С ними играют, и в ладоши хлопают, и танцуют, и загадки загадывают, отгадывают. То есть они полностью включены в процесс. У мальчишек и девчонок была прекрасная возможность подсказывать и помогать персонажам новогоднего спектакля. К нам приехал Дед Мороз. Внучку юную привёз. Дети ждут её подарка. Это девочка. Русалка. Кто, кто, кто? Снегурочка. Да, совершенно. Затаив дыхание, юные зрители следили за чудесными перевоплощениями на сцене. Затем, как силы добра, вновь и вновь побеждают злые чары. И, конечно, особый восторг у детворы вызвало появление главного зимнего волшебника – Деда Мороза. С Новым годом всех, друзья! Будем праздник вы встречать, злые чары разгонять. Победить должно добро. Новый год стучит в окно. Желаю здоровья, подарков, любви вам. Спектакль получился весёлым и по-настоящему волшебным. А те, кто не побывал на представлении, могут посмотреть телеверсию на нашем канале. 12 и 14 января в 18.30. Этот Новый год встречаем очень дружно. Этот Новый год, он станет самым лучшим. Почему? Конечно, потому что будем вместе эту песню есть. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Большое шоу со знаменитыми фигуристами России «Ледниковый период» добралось и до Ленинского городского округа. Звёзды 5 января выступили на недавно открывшемся в 6-м микрорайоне Видного современном катке с искусственным льдом. Мероприятие посетило беспрецедентное количество человек. Масштабное шоу «Ледниковый период» с участием звёзд фигурного катания от чемпиона Европы и мира по танцам на льду Ильи Абербуха. В дни новогодних каникул прошло в 14 городах Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье». 5 января полюбоваться выступлениями любимых спортсменов на новый каток возле 10-й школы пришли не только видновчане, но и гости муниципалитета. Решили посмотреть выступление, приехали в гости. А, вы даже не из Видного, да? Да, мы не из Видного, приехали с Карачао-Черкесской республики. Видновчанка Ольга Ефимова пришла на шоу с дочкой Машей, тоже фигуристкой, пока только начинающей. Я занимаюсь фигурным катанием, хожу на все шоу и даже иногда сама гастролирую. И прямо ждали, что у нас будет видно. Ага, и не испугали вас там ни мороза. Даже если был бы мороз, а сейчас всего минус три, мы всё равно пришли. Посетил мероприятие глава муниципалитета Алексей Спаский, который ради такого случая тоже надел коньки. Сама идея сделать каток здесь, на школьном стадионе, мне кажется, она себя уже оправдала. И то, что мы можем в очень приличных условиях принять такое шоу, это здорово. Мы на следующий год обязательно откроем такие катки. Локации, я думаю, в Пригоде лесной, в Дрожжино. На лёд в этот вечер выходили Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Сергей Якименко, Софья Шевченко, Игорь Ерёменко и другие звёзды фигурного катания, а также актёры, театры и кино и телеведущие. Публика одинаково горячо принимала как именитых спортсменов, так и фигуристов-любителей из числа участников телевизионного шоу «Ледниковый период». Самих фигуристов поразило количество зрителей, наблюдавших за шоу не только у самого катка, но и с балконов и из окон соседних домов. Люди выходили на балконы многоэтажного жилого здания и наблюдали сверху за тем, что происходит на льду. Это реально дорогого стоит. Очень тёплый приём. Нас очень ждут жители подмосковных городов. И очень сегодня повезло с погодой. Поэтому всё было замечательно. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин также отметил важность организации таких катков и спортивных площадок во всех дворах России. Я помню, как, собственно, вот с таких площадок начиналась моя, допустим, так скажем, спортивная карьера. Я сегодня не раз говорил о том, что кто знает, может быть, да, вот мамы приведут своих детей вот сюда, им понравится, они увлекутся и потом уже начнут заниматься более профессионально и в дальнейшем станут кем-то в мире спорта. Несмотря на лёгкий морозец, даже после окончания шоу зрители не спешили расходиться и делились друг с другом впечатлениями. Великолепное шоу, очень красиво. Они, конечно, большие молодцы. Ну, на открытом воздухе, в общем-то, очень красиво. Не замёрзли? Нет. Согревалось, искусство согревало. Ну, а шоу «Ледниковый период» из Видного отправилась в подмосковный Клин и другие города региона. Екатерина Борисова, Кирилл Ванов, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Константин Крылов, Екатерина Давлятова и Видно-ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.